Итак, мы с вами начинаем семинар, который посвящен теме прикладного применения силы Инь. Семинар практически, у нас будет много практик, можно так сказать, постоянная практика. Вначале мы с вами поговорим о базовой теории, то есть о тех основах, которые необходимо знать для того, чтобы применять эту силу Инь. Этот семинар является неким способом зафиксировать и, наверное, раскрыть те знания, практики, которые вам давались, и сложить это все в некую понятную и, надеюсь, применимую для вас схему. То есть задача семинара – разложить по полочкам в голове, что такое сила Инь и по какому алгоритму она применяется. Применительно к чему ее можно использовать? И зафиксировать это состояние Инь, состояние проведения силы Инь и ее использования. Начнем с разговора о том, что такое сила Инь, какова ее природа, как она применяется, то есть направление ее применения. И поговорим об специфике использования силы Инь, поговорим о некоторых ошибках, которые бывают при работе с силой Инь. То есть у нас сейчас теория, загрузка некой информации. Из программы вы помните, что мы разбили работу с силой Инь применительно к разным направлениям деятельности. Это будет работа с ситуациями, работа со здоровьем, с очищением, с отношениями, с деньгами, с получением знаний и развитием. Существует много направлений там, где сила Инь необходима, где обладание этой силой позволит вам быть эффективными и получать необходимое. Ладно. Итак, сила Инь. Существует дуальность, на которой построен весь мир. То есть существует две силы или, правильнее сказать, два аспекта силы. Это Инь и Ян. И они находятся постоянно в состоянии круговорота, в состоянии взаимодействия. Инь порождает Ян. Ян порождает Инь. Мы это помним из, ну, вот этой вот мандалы Инь-Ян, да, где черная и белая капельки, они как бы вот перетекают друг в друга и взаимно порождают друг друга. То есть вот эту мандалу надо, что называется, помнить всегда. Вот эту мандалу Инь-Ян. Без Инь не бывает Ян. Без, как бы, Ян не бывает Инь. Речь идет о том, что любой, как бы, эгоизм, то есть, как бы, придержание своей силы, по принципу, а вот чего он первый не начинает, да, делать, или вот, а чего вот она, как бы, вот, первая не начинает, да, делать. Это все, как бы, неправильно. Здесь идея, как бы, заключается в обратном. То есть, когда вы начинаете применять свою силу, то это порождает рождение и активацию силы противоположной. То есть, для того, чтобы что-то отдать, ну, надо предварительно, как бы, что-то иметь, то есть, что-то получить. Вот, для того, чтобы что-то получить, надо, соответственно, как бы, что-то отдать. Помните, для того, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, да. И про это надо всегда помнить. И не бояться брать и не, как бы, хотеть получить, будем так говорить. И не бояться хотеть отдать. А вдруг я отдам и у меня не будет больше? Да, например, вот. А вдруг я там, не знаю, буду брать, брать, брать и потеряю. Лучше и вообще как бы не брать, да. То есть, мы говорим с вами о глубинной физике, на которой построено мироздание. То есть, это некие, ну, законы, которые абсолютно как бы 100% соблюдаются. То есть, если ты берешь, если ты имеешь как бы силу получать и накапливать, и на основании этого что-то строить, проектировать, то, пользуясь этой силой, ты вокруг себя активируешь принцип Ян. То есть, это вот для женщин, например. То есть, если вы пользуетесь силой Инь, ее применяете, то обязательно как бы рядом с вами появится мужчина, который будет обладать соответствующим качеством Ян. Если вы мужчина, да, вы Янский, вы проявляете эту силу Ян, то, соответственно, вам будет всех возможных источников, да, что-то приходить. И, соответственно, будет как бы рядом с вами там женщина, которая будет обладать соответствующей силой Инь. Какая у вас полярность, какой силы как бы у вас вот эта полярность, такой силой там будет рядом с вами партнер. Это, если уже там, допустим, пара сложилась, то это произойдет не сразу. Важно просто начать пользоваться своей вот этой как бы силой, своей природой Инь или природой Ян. Эта рекомендация, она в основном, да, вот основана для женщин. То есть, если женщина как бы пользуется принципом Инь, у ее партнера, вот, как бы не остается другого варианта, как становиться более Янским. Ну, или уйти, если он как бы не выдержит, вот, ну, если, вернее, не будет способен на подобные изменения. Вот, ну, мы как бы про вот эту вот, ну, как бы умеренность в использовании этой силы еще поговорим, да. К чему я просто это говорю? То есть, применение того или иного аспекта силы будет вызывать порождение противоположного принципа. В чем это заключается применительно к силе Инь? Про нее мы все-таки говорим на семинаре. Когда человек использует принцип Инь, то есть, неважно, то есть, мы сейчас не делим на мужчин, женщин, то есть, неважно сейчас, вот, какую работу совершает. Ну, сразу скажу, что применение как бы силы Инь, это такая же работа, как применение сил Ян. Такое расхожее мнение, так она ничего не делает, да, вот. Это не работает, вот, потому что у силы Инь есть другой принцип применения, да, то есть, для чего она нужна. То есть, сила Инь, это сила, с помощью которой вы, как бы, формируете пространство, аккумулируя внешнюю энергию и создавая на ее основе какую-либо структуру. Задача силы Инь, вот, в паре, да, в связке Инь и Ян, формировать вокруг того, кто эту силу применяет, некий вакуум, то есть, это сила, как бы, втягивающая, это сила тяги, формировать некий вакуум, в который будет притягиваться энергия, то есть, притягиваться сила Ян, но это не просто вакуум, то есть, вот это ошибочно говорит, что сила Инь, это просто сила тяги. Это крайне упрощенная модель восприятия. Сила Инь описывает, прочерчивает, то, что в этом пространстве должно быть, то есть, что в этом пространстве должно материализоваться. То есть, сила Инь, это создание пространства и его проектирование. То есть, что в этом пространстве должно быть. То есть, мужчина с женщиной только встретились взглядами, а, как бы, у женщины, как бы, сразу разворачивается план, она уже в белом платье, дети, внуки, и они вот старичками за ручку гуляют где-нибудь. То есть, как бы, там сразу же разворачивается, как бы, план, то есть, прочерчивается определенное пространство. И когда возникает несоответствие этому плану, это, как бы, причина для возникновения конфликтов. Итак, когда мы используем силу Инь, мы формируем вокруг себя некий вакуум и говорим, что сюда должно притянуться. То есть, мы создаем некий чертеж, некий, как бы, образец или некий шаблон пространства. То есть, другими словами, мы задаем некую основу для формирования материи. То есть, для того, чтобы здесь, на основании вот этого вот шаблона, этого чертежа, что-то начинало разрастаться. То есть, этот, как бы, каркас начинал обрастать, грубо говоря, мясом. Само воплощение, сама реализация продолжается в каком аркане? В 15-м. В 15-м, да. Само, как бы, создание вот этой вот, как бы, тонкой структуры, вот этого чертежа, этой тонкой материи происходит в тройке. То есть, третий, как бы, аркан или вот это сила Инь, да, а сила Инь, соответствует, третий аркан на дереве Сиферот. Это способность, ну, как бы, вот из ничего получить что-то. Это, по-моему, есть какая-то французская, по-моему, такая, как бы, пословица, да, что женщина из ничего может сделать три вещи. Салат, шляпку и скандал, по-моему. Вот это вот материализация, да. Поэтому, когда мы говорим про силу Инь, мы говорим не только про тягу, то есть, притягательность, которой, ну, от природы могут обладать многие женщины, допустим, но еще и силу знания и силу мудрости для того, чтобы описать это пространство. То есть, что в нем должно быть. И более того, так как сразу это пространство, как бы, заранее, будем так говорить, не опишешь, то одним из, вот, важных качеств при применении силы Инь является такое качество, как терпение, да, и приятие. Анекдот про начинающего хирурга на операции, да. Режет, не так, не так, не так, опять ничего не получилось, да. Вот здесь, как бы, вот этот вариант не подходит. Сила Инь – это, как бы, постепенное плетение пространства. Постепенное плетение, и это требует терпения, и это требует постоянного использования, ну, что называется, как бы, силы своего ума. Поэтому вот такое, как бы, ну, в мужском понимании уничижительное такое вот, там говорят, вот, блондинка, да, вот, то есть, складывая некое, как будет, такое, ну, там, глупенькое, да, там, женщина, может быть, вот. Но, как бы, на самом деле, как бы, блондинка – это и есть показатель, как бы, женщины, которая умеет пользоваться, как бы, да, этим принципами. То есть, она, на самом деле, как бы, обладает вот этим, как бы, вот умом, да, для того, чтобы проектировать необходимое. Сила Инь – это обязательно, как бы, связка притягательности, то есть, тяга, знания, то есть, работа с информацией, работа с мыслью и терпение. Терпение, которое преодолевает, как бы, любые трудности. А в чём вот трудности заключаются эти самые? В том, что тот проект, который существует в нашей голове, может сильно отличаться от той реальности, которая есть. Поэтому надо иметь, как бы, силы понимать, что то, что мы проектируем, то есть, то, что мы хотим получить, требует времени и требует неких, ну, усилий и, прежде всего, изменений с нашей стороны. Поэтому, как бы, использование силы Инь всегда подразумевает внутренние изменения, всегда. Умение меняться самому. Из психологии известно, что мужчина в своих проблемах обвиняет окружающих, в большинстве случаев. Женщина в своих проблемах обвиняет сама себя, занимается самоедством. И вот, и может себя довести, как бы, до саморазрушения. Мужчина начинает разрушать окружающий мир. Он начинает, как бы, бороться с окружающим миром, который он считает виновником своих бед. Женщина начинает, как бы, разрушать сама себя. Поэтому, вот, общее требование, да, будем так говорить, или условие применения силы Инь, это умение, как бы, создавать вот эту тягу, этот вакуум, это обладание знаниями, это постоянная работа, как бы, с проектированием своего пространства, это терпение и приятие той реальности, которая сейчас есть. И четвертое, это мы сказали, да, и четвертое, это готовность к собственным изменениям. Готовность к постоянным собственным изменениям. Поэтому, вот, ну, бывает часто, там, на приемах, женщина рассказывает о, там, проблемах с взаимоотношениями, я ей говорю, ну, вот, начните меняться, вот, начните делать так, так и так. А что это я буду, вот, делать, как бы, вот это вот, а вот. Я буду меняться, меняться не будет. То есть, человек не понимает, что его собственные изменения повлекут изменения другого человека. Потому что эта женщина, она является проектировщиком пространства этих отношений. Если она будет проектировать по-другому, то и мужчина будет вести себя по-другому. Смотрите, сила Ян старается изменить внешнюю среду, подстроить ее, как бы, тем самым под себя. Сила Инь меняет себя, как виновника этой самой среды, как проектировщика этой самой среды. То есть, сила Инь производит внутренние изменения, и через них меняется внешняя среда. Понятно вот это? Для адепта, для адепта, то есть, неважно, мужчина это или женщина, сила Инь является, ну, будем так говорить, базовой в его развитии. Поэтому я это читаю в семинар, и читал до этого эти все курсы. Неважно, то есть, для мужчин или женщин, слушателей, неважно в данном случае. Потому что мы все говорим о том, что наше изменение внутреннее повлечет изменение окружающей, то есть, внешней среды. Это закон физики. То есть, это один из глубинных законов мира. Потому что каждый человек, неважно, мужчина или женщина, он занимает какое-то пространство. Он в этом мире, как бы, имеет, как бы, некую ячейку. И если ты начнешь перестраивать пространство этой ячейки, не перестраивать окружающие ячейки, а начнешь прибираться у себя прежде всего, что проще и легче сделать, чем бодаться со всеми остальными, то тем самым ты начнешь изменять окружающее пространство. Потому что те изменения, которые ты внес в своем пространстве, они будут менять твою координату в системе. То есть, ты раньше был здесь, вот в этом окружении, ты изменил свое, как бы, вот это пространство, оно стало другим, и теперь ему место не здесь, а вот здесь, например. Таким образом, человек вызывает внешние изменения, формально, вовне, ничего не меняя. Это работа точно такая же, как работа, если бы мы там бегали, вот и со всеми воевали бы. Еще один фактор, по которому сила инь является ведущей в жизни адепта. Адепт попадает в абсолютно новое для себя пространство, переходя через границу 17-го аркана. Он попадает в огромный информационный мир. Поначалу он должен в этом мире ориентироваться. Поначалу он должен в этом мире разобраться, чего к чему. А применение силы ян не идет речи. Неправильное действие там вызовет, что, сразу возникновение напряжения, 16-й аркан. Поэтому здесь применение силы инь чрезвычайно, как бы, обосновано, потому что, меняясь, постепенно работая с собой, ты меняешь постепенно окружающую среду, не вызывая с ней конфликта, не вызывая напряжения. Многие, кто входит в начало четвертой касты с позицией воина, а воин это янская была позиция, по принципу я здесь сейчас всех построю, вот все там, быстро вот сейчас вот 3 месяца помедитирую, вот каждый день, и вот все, обрету как бы силу. То есть, это все не работает, и, что называется, быстро человека начинает система, как бы, здесь править. То есть, фактически, он начинает бодаться с системой здесь. Битва с ветряными мельницами, она, понятно, что к ничему хорошему не приводит. Дальше, когда адепт проходит диапазон от Анахаты до Вишутки и начинает фиксироваться на Вишутхе, там появляется третий аркан, как действующая сила. То есть, сам аркан проявляется уже здесь. Это первое. Второе, там присутствует, при переходе в зону Тиферет и в выход из Тиферет, первый аркан, который там присутствует для адепта, это 12-й. То есть, он прошел 16, 15, 14, ну, там аспект 13-го, как бы собрал необходимое качество для того, чтобы протиснуться через Тиферет. И следующий аркан, там 12-й. 12-й, суть тройки. 3, 12, 21. Это тройка везде. 3, 12, 21. И 12-й аркан нам говорит, ты пришел в мир эгрегоров, ты пришел в мир, где есть старший брат, и старший брат смотрит за тобой, и тебе надо с ним научиться строить отношения. То есть, 12-й аркан, это когда адепт учится строить взаимодействие с эгрегором. Помните карту повешенной. То есть, он как бы висит, то есть, он в канале находится, и у него голова светится, да, вот этим как бы, нимб золотой, то есть, у него как бы идет поступление знаний, поступление информации, ну, и энергии тоже. То есть, он напитывается этими самыми знаниями, этой самой информацией в ин-режиме. При этом, его сила, сила Иль заключается в том, что он является здесь представителем эгрегора. Он здесь является филиалом или таким пространством того или иного эгрегора. И когда он говорит в этом пространстве, я хочу, то он как бы действует от лица эгрегора. Вот как, знаете, сборщики налогов раньше ездили, собирали налоги. То есть, они не от своего лица действовали, а от лица, не знаю, власти той, от короля какого-нибудь. Опять получается, что сила Иль, даже на уровне Вишудхи, мы сейчас говорим, тоже является главной действующей силой. Потому что там мир эгрегоров, там тоже надо, что называется, учиться встраиваться в эту среду. Там еще более, что называется, жесткие условия. То есть, то, что 16-й аркан остался внизу, это никак от ответственности не освобождает. Там просто нету механизма формирования личной кармы, там действует механизм закона 11-й аркан с одной стороны, и механизм 13-го аркана с другой стороны. То есть, там как бы пространство еще более жесткое становится в том смысле, что там допускать вольности всякие, там становится значительно более сложно. То есть, в 22-м аркане, пожалуйста, ты как бы полностью свободен, ты такой как бы царь мира, как тебе кажется. Там наоборот говорят, давай. Ребеночка гладят по голове и говорят, давай. Пробуй, действуй. Неправильно что-то, но ничего. Дорастешь до 16-го аркана, потом исправишь. А пока действуй. Главное нарабатывать опыт. Любой. Не так, конечно, границы все равно есть. 21-й, 19-й описывают эти границы. Это понятно все, что там механизмы регулирования тоже есть, но они несколько другие. Как бы вот этот принцип Инь фактически на уровне адепта является ведущим. Ты познаешь систему, накапливаешь знания. Понятно, что ты учишься их применять, мы сейчас про это поговорим. Принцип Инь, он позволяет максимально эффективно брать знания, проектировать свое пространство под свои цели, под свое желание, под желаемое. Когда ты находишься в режиме Инь, система тебя воспринимает, ну будем так говорить, как объект, который надо наполнить. И у тебя всегда есть возможность получить новые знания. Поэтому режим Инь, он для адепта является одним из ведущих, будем так говорить. Понятно, что режим Ян тоже используется, про это поговорим, но Инь режим, он как бы является, ну что называется режимом по умолчанию. Режим тяги, в данном случае, в случае адепта, поддерживается за счет того, что ты видишь некий горизонт для себя, хочешь проработать какое-то качество. Дальше, ты ищешь системы знаний, да, как это сделать. Ты терпелив, то есть ты понимаешь, что как бы трудности, они временные, и они связаны с скоростью твоих изменений. С точки зрения применения силы Инь в обычном, как бы, в бытовом смысле, не в режиме адепта, а в бытовом смысле, есть какие-то вполне конкретные материальные ситуации, которые нам надо решить, и это является поводом для формирования нашего хочу, нашей тяги. То есть смотрите, на определенном уровне, когда человек решил какие-то свои бытовые ситуации, вполне там, связанные с материальным, то как бы на этом уровне он просто понимает, какое качество ему надо нарабатывать дальше. И он с этим качеством работает. Конечно, опять через какие-то, что называется, вполне бытовые ситуации. Но часто бывает, человек не знает, какое ему качество надо нарабатывать. И это в большинстве случаев так. Особенно те, кто приходит на уровень анахаты только. Тогда мир им дает проработку этих качеств через вполне бытовые ситуации. Надо заработать денег, надо там построить отношения, надо там здоровье поправить свое, то есть что-то как бы заболело и так далее. Через вполне вот такие конкретные ситуации мир дает возможность человеку наработать внутренние качества. Мы часто не знаем, какое в данный момент качество мы прорабатываем, что для нас актуально. Понимание этого приходит ближе к вишутхе на самом деле. Когда ты сам можешь, что называется, создавать для себя план в смысле как бы отработки качеств. До этого момента можно сказать, что система для тебя подкидывает череду ситуаций вполне каких-то, ну будем так говорить, приземленных. И через них ты понимаешь, что идет отработка какого-то качества. Может пока какого, ты не совсем понимаешь. Поэтому в качестве инь существует такое базовое, базовый параметр, необходимый для работы с качеством инь, как приятие. Потому что ты понимаешь, раз тебе мир это подкинул, значит, это надо, ну что называется, взять в работу. Это надо проработать. Это практика какая-то, которая в тебе какое-то качество активирует. Пока ты, может быть, не знаешь какой, но через некоторое время поймешь, что от тебя требует. То есть приятие. Понимаешь, что раз это произошло, значит, это надо взять в работу. Значит, это надо как-то решить. Если у человека есть проработанное качество строить отношения, у него такого урока как бы и не возникнет. То есть у него будет все нормально, он будет говорить, ну как, это же по умолчанию вроде все. И так естественно, да? Или тот человек, который зарабатывает деньги умеет, у него есть это качество, он как бы скажет, откуда у тебя эти проблемы? Вроде и так все понятно, как делать. То есть мир нас учит через систему каких-то ситуаций, и эти ситуации надо принимать и их отрабатывать. Вот в чем заключается приятие при применении силы Инь. Поэтому, ну как бы вот, если подытожить вот эту вот часть нашего рассказа, нашей беседы про силу Инь, то можно сказать, что требуется как бы четыре параметра для применения этой силы Инь. Неважно, мы говорим либо про адептов, либо мы говорим просто про какие-то вполне бытовые ситуации, а мы выяснили, что бытовые ситуации являются отражением в общем-то, как бы пути нашего развития. По большому счету нету понятия бытовые ситуации, нету понятия развития отдельно какого-то там вот. Я вот решу все бытовые ситуации и вот уйду в развитие. То есть, как оно будет тогда заключаться, в чем оно будет не очень понятно. В чистом виде вот развития в понимании как бы отсутствия быта, оно начинается после фиксации на уровне 4.2, когда как бы у него есть сформированное, устойчивое, тонкое тело, в котором он может, что называется, совершать работу. там начинается уже развитие относительно не как бы не социума людей, а социума эгрегоров и социума таких же мастеров, поэтому там, что называется, уже по-другому идет все. Но там тоже ситуации какие-то, ну, своего уровня просто возникают. Так вот, 4 вот этих параметра при как бы использовании силы Инь. Первый параметр это хотеть, тяга. Второй параметр, которого часто не хватает. Знать, чего хотеть, то есть информация, знание. Третий параметр это терпение, умение преодолеть возникающие трудности. Сюда же относится принцип приятия. И четвертый параметр это готовность меняться самому постоянное изменение. Вот эти аспекты описаны в четырех божествах, которые есть в индуизме. Лакшми это притягательность, тяга. Сарасвати это знание и мудрость. Дурга это преодоление, терпение. Четвертое есть кали. Кали, что такое кали? Изображение ее помните, нет? Помним. Она синяя. Так. Черная с черепами есть человек. Так. Как ее изображают? И с кем ее еще? У нее есть один персонаж. Труп. О, правильно. Труп есть там еще. Смысл как бы это не смерть. Не какая-то слепая сила все уничтожающая. Совершенно нет. Это что такое? Это изменение и умершление эго. То есть как бы умершление той как бы вот части себя, которая не способствует изменению. Это как бы постоянная работа со своим эго. Постоянное изменение и трансформация. Разрушение этого самого эго. Вот четыре принципа. Они отражены в божественном пантеоне. В других пантеонах, других народов, других времен все это тоже было отражено. Просто это было в менее явном виде. Божества сочетали, богини сочетали в себе разные функции. Но просто я почему привожу на примере индуизм, потому что это видно. И это существует сейчас. В отличие от античных богов и так далее, которых сейчас нету. И вот я не в это не как это не это . В не не